приветствую вас мои дорогие вы на канале Наталья Мастерс с вами Наташа сегодня будет еще одно отдельное видео про фабричный набор набор трубочка его еще называют он очень пружинистый классный вы его видите в готовых вещах все время в ожидании моего мастер-класса по вот этому замечательному свитеру сейчас мы видим нижний край мы будем учиться делать такой набор здесь у нас резинка пойдет 1 на 2 и на рукавчиках будет резиночка соответственно 1 на 1 и здесь не нужно будет делать переход поэтому отдельное видео необходимо было снять для того чтобы я потом могла апеллировать в каких-то моих иных изделиях к этому набору что нам потребуется нам нужна вспомогательная нить можно использовать любую нить она должна быть такая же как и основная без дополнительной нити не получится можно набирать разными способами практически любыми я же знаете что делаю я набираю вообще самым нашим любимым тривиальным избитым образом я набираю петли сколько мы набираем количество петелек потому что отталкиваются мы от резинки один на один то есть оно это количество кратно двум плюс одна петелька симметрии две кромочные мы достаточно свободно набираем обычным способом потом я покажу как я эту нитку срезаю потому что обычные петельки мне не нравится набирать и я не люблю ее потом вытаскивать эту нить я срезаю сейчас я вам все покажу набираем сколько нам нужно и потом берем основную нить я набрала 22 петли поэтому у меня на выходе как только я сделаю край получится в два раза больше то есть 44 петли вот это все время нужно учесть если вам нужно нужна резинка 30 то набираете 15 петель если 40 то 20 все время делим на 2 на самом деле есть еще аспекты о них позже поговорим это если у нас будет резинка не 1 на 1 вы помните что снизу у нас резинка 1 на 2 но это будет уже в МК по самому свитеру и теперь мы берем основную нить обязательно контрастная нить должна быть вспомогательная и провязываем все петли лицевыми это первый ряд все петельки лицевые последнюю петлю первого ряда мы тоже провязываем лицевой теперь второй ряд сейчас все хвостики отрежу второй ряд все петельки провязываем изнаночной кромочной тоже кромочную провязали изнаночной и все остальные провязываем второй ряд последнюю петлю тоже я провязала во втором ряду изнаночной третий ряд снова лицевыми провязываем весь ряд включая кромочные последнюю петлю 3 ряда мы провязали лицевой не забываем и наконец в четвертом ряду мы будем делать главный фокус мы провязываем кромочную перекидывая нить изнаночной а теперь смотрите у нас черненьким огорожены те петли которые нам нужны внизу мы должны эти петельки подхватить повесить на левую спицу и провязать лицевой следующая петля изнаночная изнаночной провязываем берем следующую петельку спицы ее подхватываем надеваем провязываем лицевой и вот пошла наша резиночка лицевая изнаночная и так мы потихоньку двигаемся после этого ряда можем снимать нить я обычно провязываю еще ряд другой и потом ее сформирован пухленький волшебный пружинистый край и что я делаю с тем способом которым я набираю я просто вот по две дужки петли черные нам привычно видите вы никакого шанса не имеете порезать и само изделие такого шанса у нас нету я через одну петельку то есть это занимает буквально пару минут я разрезаю ниточки вот так вот вытряхиваю вот он вот он фабричный набор который вы видите в шапках часто и готовых изделий дальше мы можем вязать снимая кромочную петлю как привыкло большинство делать и давайте свяжем резинку один на один посмотрим как это выглядит в МК по свитеру именно рукава будут вязаться таким способом манжеты а снизу набор будет такой же но мы будем делать с вами переход с резинки один на один на резинку один на два для чего для того чтобы такая резинка как более плотная перешла в рыхлое полотно скрещенной резинкой пышный один на один поэтому такие сложности простые изделия связать сложно чтобы они выглядели достойно сейчас провяжем посмотрим что у нас получилось я думаю вы узнаете фигуранта дела готовых изделиях такие резинки провязав немного высоту мы получаем представление о том какая красота нас ждет если мы будем заморачиваться использовать этот метод в своих изделиях вязать их по всем канонам если не высокой моды то предапорте вещи вяжутся тщательно вот что у нас получилось это хлопок поэтому тем более я ношу уже свитер но набор тот же самый поэтому вы можете убедиться насколько классные например манжеты посмотрите да ну все будем заканчивать я надеюсь подробно вам объяснила вы остались довольны поставьте лайк если видео оказалось полезным если вы не знали еще такой фишки пишите комментарии скоро увидимся в следующем видео всем пока пока